Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мне бы хотелось рассказать о женщине, рожденной 15 июля невисокосного года или о женщине, рожденной 14 июля невисокосного года. Более подробную информацию вы можете найти на сайте. Итак, женщина, рожденная 15 июля невисокосного года, относится к категории людей веселых, но ее веселость своеобразная, выражающаяся в основном среди людей, к которых она относится к категории своих, то есть друзей, домочадцев. Чисто внешне, помимо всего прочего, данное качество выражается в том, что свои мнения, мысли и даже указания этот человек высказывают с улыбкой. Ей нравится, сообщаясь с кем-то, говорить этому человеку что-то доброе и приятное. Если особых проблем со здоровьем у нее нет, то перед нами предстает розовощокая дама с румянцем на щеках. Про подобных людей говорят у нее здоровый цвет лица. Веселый нрав данной дамы выражается в том, что она способна без особых на то причин смеяться, шутить просто так, ради развлечения, выражаясь языком современного сленга, для прикола. Обожает разного рода празднества, карнавалы, вечеринки, словом, везде, где бушует радость. В этом смысле ей хотелось бы, чтобы вся ее жизнь была бы одной непрекращающейся встречей Нового года. Как праздником, который она любит больше всех других, так как на Новый год все вокруг блестит, сверкает дискотека, зеркальные шары, конфетти, смех, подарки. Люди шутят, смеются. Это то, что ей нравится. Это та жизнь, которую она хотела бы выбрать. Эта дама, между прочим, очень любит сама получать подарки и дарить их. Она из тех людей, с которыми даже на поминках вряд ли особо заскучаешь. Из самого грустного мероприятия данная дама постарается сделать нечто веселое. И сама она живет по принципу умирать так с музыкой. Данный человек очень позитивный по своей природе. К примеру, ее отличительной чертой является то, что даже в самых отвратительных, нелицеприятных вещах, событиях или объектах умудряется разглядеть хорошее. Она также обладает достаточно редким качеством, умением радоваться успехам других людей. Она человек искренний, преданный, очень доброжелательный. Ее привлекает стиль поведения, в котором не надо ничего из себя изображать. Можно быть искренней, честной, ничего не скрывать. Также она умеет быть благодарной. Ее мнение о себе самой данной личности также весьма позитивное. Считает себя прекрасной, благородной и обликом и душой. И вообще она другим не считает. Словом, себя любит, собой дорожит. Эта дама вообще любит жизнь. Жизнерадостность как качество личности выражается у нее в стабильном аппетите по всем параметрам. У нее присутствует интеллектуальный аппетит. Также и в сексуальном факторе аппетит у нее то, что нужно. Аппетит диетологии. И жажда познания, если мы говорим об интеллекте. Жизнерадостность, любовь к жизни выражается еще и в том, что она считает себя вечно молодой, сколько бы ей не было лет. И делает это все для того, чтобы всегда такое оставаться, несмотря на то, что порой это получается у нее туговато. Ведь бурная жизнь, полная многочисленных плотских утех, не может не оставить свой след. Однако она никогда не прекращает действия в данном направлении. Живи эта дама лет 300 назад, не исключено, что она занялась балхимией, поиском философского камня, или пилюлей вечной молодости, или бессмертия, или чем-то вроде того. И несмотря на свою доброжелательность, в среде рассматриваемая личность всегда очень жестко будет отстаивать право жить в свое удовольствие. Она вообще всегда твердо стоит на своей позиции, когда требуется отстоять свои принципы. И одним из этих принципов является принцип удовольствия. Вот то, за что она будет бороться, и что никому не позволит уничтожить ее собственной жизни. Это человек, который ищет удовольствие, и всегда их находит в самых разнообразных ситуациях и местах. Что касаемо мест, то диапазон может быть крайне широким. Что называется, откровенно злачных мест притонов, где можно, не скрываясь и не испытывая стеснения, предаться любым страстям, до более утонченных и вшенебельных для разного рода развлечений мест. Она, если можно так выразиться, всепогодный искатель удовольствий. Есть что пустыни, что царства вечно мерзлоты. Никакой разницы. Однако, несмотря на воспитание и собственное распутство, обязательно станет декларировать свою приверженность морально-нравственным принципам. Также этот человек по натуре свой вечный искатель истинной философии в виде жизненных рецептов, действительно мудрых мыслей, как универсального средства от всех бед и несчастьй, которые только могут случиться человеку. Идя по данному пути, может удариться в монашество, отшельничество или сделаться служительницей какого-нибудь культа. Даже уйти в монастырь. Надо отметить, что из нее получится очень веселая монахиня, не теряющая любви к плотским утехам даже в стенах монашеской кельи. В принципе, сам в себе поиск чего бы то ни было, будь то древние знания или древние сокровища, этой даме присущ. Все, что только можно открыть, найти, откопать от каких-нибудь золотоносных месторождений, либо месторождений алмазов, самоцветов и так далее, до древних уникальных сооружений или древних манускриптов, должно быть найдено, считает она. Потому что, когда что-то в этом мире не познано, неизведанно, она ощущает дискомфорт и тревогу. Но, с другой стороны, ее пугает то, что для того, чтобы получить знания, порой необходимо пойти нехоженным, неизведанными тропами. Гораздо лучше, считает она, когда уже кто-то все прошел до тебя, и теперь все ясно и понятно. Данной женщине далеко не чуждаст страсть к материальным ценностям, деньгам, золоту, связанной с ними роскоши. Она из разряда тех людей, о которых говорят, что они болеют золотой лихорадкой. Однако здесь присутствует еще одна особенность. Будучи поклонницей шикарной жизни, эта дама имеет способность обходиться малым, даже при наличии на своих банковских счетах немалых средств. То есть она, даже будучи состоятельной дамой, может вести жизнь человека небогатого, иметь, к примеру, скромное жилище и так далее. Благоденство и счастье этой женщины заключается в том, чтобы являть себя благородной дамой, которая обладает сверхчеловеческими, сверхъестественными способностями, возможностями. А еще желает являться человеком, положившим в свою жизнь служению добру, вере, надежде, любви и прочим ценностям из этой категории. Поэтому она рассуждает так. Хлеб есть – ура, рис есть – хорошо, крыша над головой есть – вообще здорово, проще надо быть, проще надо жить, соломы есть под голову подстелить – значит просто супер. Ну, по ее представлениям, не в желудке счастья человека и не в комфорте. А любовь к презренному металлу у этой дамы может вылиться в форму, которая превратит ее жизнь в жизнь заядлого искателя приключений, этакого Индианы Джонса в женском обличье. Если вас заинтриговала эта информация, то вы можете обратиться на сайт. Продолжение следует...